так сегодня у нас 20 ноября 2017 год я сейчас заправлю свою машинку везде бензин 249 она на всем склабе 229 would you like a receipt? yes, of course, I would like lift nozzle, я липнула nozzle, выбираю свой select grade и начинаю заполнять сегодня утром так холодно сегодня был такой холод просто собачий у меня в доме было 70 градусов по фаренгейту это где-то наверное 19 градусов тепла 19-20 градусов у нас флорида приучила к теплому климату к теплым дням к таким даже к жарким дням и поэтому чуть-чуть чуть-чуть похолодание уже все я уже начинаю мерзнуть, но не только я дуглас уже ходит мерзнуть мне надо поехать ему купить такой теплый теплый какой-то халат и теплые штаны потому что зима начинается он будет мерзнуть 15 баллонов почти 35 долларов приходит одна в сапогах другая в шлюпках такими штучками вкусняшки дают нам попробовать я не хочу ух ты пампушки рождественские стоят 15 долларов они живые они в земле и вот на рождество возле каждого дома и в каждом доме стоят такие цветы дила джона гришема ростер бар я не я такую книгу не читала не знаю чем она или она художественная либо она документальная вот это все его книги очень советую всем прочесть когда ты когда ты в школе в юридической школе у тебя есть долг 200 200 тысяч долларов это время стать креативным уже пришла теплая одежда 30 долларов такие курточки и новогодняя то бишь крисмас и титу для ники лук купить воду и что-то еще больше 20 килограмм 24 25 килограмм шесть штук 11 23 соли 13 48 скидка сейчас 225 мгновенная скидка красивые паундов сладкий лук стоит 378 очень для пить для запечения для запечения для запекания господи вот такая меленькая есть камень мелко мелкотня мелкотня такая картошечка есть она стоит 798 красную картошку не люблю и не ем белую тоже и вот там нас корм это везде на 30-ки авокадо пеньки туда же туда же роллы такой вот такая коробка ролл стоит 928 нью-йорк франч нам надо в выходе показать ваши чеки ой поехали на мой поехали а красота сейчас на улице градусов 25 26 наверное это женщина в сапогах я вообще фигею конечно сапоги но во-первых ниже 20 нет плюс плюс 20 плюс 20 одеть сапоги знаю что днем будет 25 26 ладно были там сапоги какие-то манючие вот я офигею с людей но кому-то наверное хочется хочется походить сапогах не зря будут дома валяться дома валяются сапоги одеть же выносить их надо вот и одевают но для меня это непонятно честно красавица сейчас задок открою поработаю селочек бамбула поднял 4 стула так и я пока заперла сюда эту тяжесть бананчики уже можно так бросить где-то сумку не хочу доставать можно было в сумку все поехали домой поехали на маникюр а мне надо еще масло поменять машине сейчас наверно заеду на nissan поменяю масло так стоять пошли отвезем тележку ой какая красота господи такая погодка сегодня с утра встала и пошла по загорала во дворе почти наики почти почти гулы так классно по дворе никого нет я далеко далеко ушла чтобы вас меня не увидел он он у меня не видел господи ушла расстелила подстилочку дела книжечку легла разделать под солнышком так меня подпекло солнышко с таким кайфом позагорала думаю поехать на океан первых это долго ехать во вторых достаточно прохладно ветерочек пеку если у нас такой ветерок то там наверняка порывы ветра сумасшедшие на океане еду и думали мне сейчас поехать время только час дня сейчас она заеду поменяю масло до часа еду поменяю масло потом уже домой а потом на мяники на педики потом тренажерный зал дурацкий такой выезд сделали чтобы его обойти мне приходится ехать по задворку что делать так сейчас сейчас мальчик что ты там делаешь красавчик такой машинку кто-то себе моет вон вей вон вей вон вей вон вей я была недавно в гостях у русскоговорящих смотрела вот уже когда глядя глядя вот на эти фильмы уже глазами американца уже прожив здесь только лет я думаю это показать американцам они просто офигеют скажут ну ничего себе шо у вас там творится короче говоря показывает фильм что молодой парень действует главное действующее лицо он подбирает это пацана пацана то ли то ли мальчишки побили ну неважно где-то он спасает пацана лет на 10-12 и привозит его к себе домой это вообще это это вообще нечто чтобы вот на одну секундочку если представить что вы где-то потом мало ли там ребенок там но упал разбился вы посадили его в машину привезли себе привезли к себе домой чтобы оказать ему помощь все три труба 20 лет тюрьмы вам сразу светит если не больше все это называется киднапинг тут вообще детям тут вообще к детям приближаться нельзя или например вот эти варианты когда люди стоят стоят голосуют машину тут такого нет тут тут вообще такого в америке нет чтобы голосовать машины да я знаю какие-то там кто-то там кто ездит допустим где-то там на каких-то там может быть на трассах где-то может быть ну люди которые путешествуют этим стопом но вообще по городу вы никогда в жизни не выйдете человека чтобы человек стоял с поднятой рукой это это просто невозможно вот ради интереса стать стать поднять руку никто никогда в жизни ни один человек никогда не остановится тут это нереально тут это абсолютно невозможно тут вызываются такси либо там звонят друзьям родственникам если какая-то проблема либо я не знаю какие-то еще службы но чтобы поднимать руку чтобы с целью остановить машину надо на дороге подвести это это вообще невозможно ну да ладно а то что касается ребенка вот ребенка подобрал на дороге посадил машину привез его домой то что-то стала вот там лечить дома лед положил ему на голову у него голова была разбита но уже вечером позвонили мать даже если даже если человек вот ну приехавший с нашей страны к примеру да совершил так что то сегодня вот ребенок там ребенок там побитый лежит надо сразу вызывать 911 если вы посадите ребенка в свою машину это хана сразу сразу это кинаппинг это самое страшное уголовное это преступление тут был была когда-то ситуация когда тоже рассказывала когда она американка ехала где-то на перекрестки остановилась и пацаны стали кидать камнями и разбили ловую стеклу разбили не разбили там ну короче кидали ламбative лобовое стекло камнями говоря она стоит на красный свет и пацаны вот это кидали камнями разбили ей разбили и стекло она выскакивает хватает подсон combination ну кого там поймала пацана посадила себе машины привезла его его или дед где живешь показывай ну и поехала к его матери разбираться она приезжайте ему домой вытаскивает пацана из машины матери говорит вот ваш ребенок разбил мою мне окно женщина тут же вызывает полицию приезжает полиция на эту женщину которая взяла ребенка чужого посадила машину на нее тут же одевают оручники ей впаивают эту статью киднаппинг и все и начинается следствие начинается ну и она получила не знаю сколько лет тюрьмы это как бы там она не оправдывалась чтобы там она не говорила что надо там это вообще невозможно то есть если вы посадили ребенка в свою машину ну как сказать это вообще ну не знаю до каких лет наверно до 18 лет если вы ребенка посадили свою машину эта труба я когда работала на убери несколько раз мне тоже пытались посадить ребенка машину типа довести там от от иду я скажу нет я ребенка одному никогда не повезу нет это мне не надо вызывайте другую бернет ну типа бабушка вызвала машину там пацану там лет 15-13 наверно не знаю я скорее я вашего ребенка не повезу ребенок должен быть сопровождение взрослого не хочу меня потом поймали и где-то меня там как сказать еще и посадили за это так что надо быть очень осторожными школе вообще контакт запрещен школе в садике но садике ладно садике детки маленькие там маленького ребенка там можно когда-никогда там на руки может быть взять потому что это детский сад ладно но в школе контакт с ребенком вообще невозможно то есть дотрагиваться до ребенка даже пальцем невозможно абсолютно потому что если учитель дотронется до ребенка пальцем он тут же будет по статье уволен и там начнется даже расследование я не говорю там обнимать ребенка у нас есть учителя могут обнимать ребенка так мы что набираем себе кофе набираемся булочек сегодня нет то очень плохо что булочек сегодня нет и так что мне кофе-дринк подбираюсь кормой айтонного дайвун пошли попробуем кормин энерджи шат но энергия не хочу кофе-лате стронг галки френч рост сейчас кофеючек не приготовиться раньше были была обычная обыкновенная кофеварка и вот сейчас поставили такой хорошенький аппаратик мою машинку будут чистить и и помоют обязательно проверят все все тормоза и все все я посижу в интернете машину очень быстро сложили должна была заплатить 35 долларов за 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 масло за все это прочее прочее ко мне подошел мальчик и говорит мы тебе дадим скидку я буду заплачу всего лишь 17 копейками но может быть 20 с этими с налогами и так пошли машины мои только что это как сказать я видела и сняли сверху она сейчас ее отнесут помыть очень красивые чистые туалеты понятное дело все это ниссановская ниссановские майки кепки все это прочее понятное дело и вот пошли с аузер низом вот это место для комнатка маленькая для деток если кто-то с детками пришел там телевизор со сказками все это прочее красные кресла как без этого там можно выбрать любую кожу вот на этих стендах чтобы заказать или свою машину с этим со своими внутренностями и так что это у нас такое что у нас за звук покой привет хей привет мой свет долг плюти кто такой-то долг я не знаю вот я здесь покупала свою машинку правда она была расположена в другом месте это поставить построили новое здание перед пенислись и сюда 2016 год странно 116 тысяч она стоит 117 тысяч плюс налог 6,5 процента и так у нас уже елочка здесь стоит очень все красиво очень все просто шикарно такая малюпуська машинка двухместная по всей видимости не сам низму посмотри мне все вниз они все стоят с этими руками мне все я все не все привет мой свет классный такой это баскетболисты на шага и так как машинка стоит 148 тысяч 610 я бы даром не взяла маленькую такую машину если честно и тут когда когда покупаете автомобиль дополнительно разыгрываются вот на этом на этой штуке разыгрывают там можно выиграть круиз на двоих и все это прочее это у нас кто в 1 са nissan ultima 2017 год это старая машина потому что сейчас нужно продаваться 18 год и стоит она 38 тысяч пятьсот шестьдесят шесть так тут же можно купить уже юзанные машины уже пользованные машины понятное дело старт старт красного красоте красоте и же елочка стоит ну и поздоровай с тобой тоже поздоровайся тоже с тобой поздоровайся красивый такой дисмон ховар все спрашивают можем ли мы тебе чем-то помочь и нет нет я жду свою машину мой красота чистота просто супер супер вот эта штука для подзарядки электрических машин и и так далее и тому подобное на поиск предыдущую кофе очка возьмем коль пошла такая пенка лишь последний огурец тут водички попить если кто-то если кто-то на полу вообще не с ариночки вообще не с ариночки просто на пол вот можно что-то поставить на сумку любви они постоянно американцы ставят сумки на пол вот эти подсилочки специально для и много-много раз показала для унитазика так настилается унитазики садишься и не нет ничего не о чем не переживаешь ничего не боишься бумага полотенце здесь и там полотенце и очень вкусное мыло очень вкусное мыло вот здесь есть давай симпатичный просто мой черно-белая полоска так что вот так вот я к сожалению не сняла свою машину так как поднимают наверх и перед моим носом поднимали но я была так занята с компьютером я искала на алиэкспресс это смотрела просто что там потому что она это дома время тратить жалко искала ожерелье определенные итак мне 2 2 чашечка кофе я уже взяла другой кофе уже взяла регуляр там немножко пролилось вообще американцы когда вот в кафешках я заметила когда в кафешках что-то делают вот так вот допустим взяли кофе и там что-то наливают наливают какое-то молоко или что и капнут они обязательно нас с собой вытирают сейчас распечатаются мои документы чтобы мне отдать и поехали домой мальчик такой прелесть он не убрал столько он в половину убрал у меня я должна была заплатить почти 40 долларов а я заплатила всего лишь 17 90 я у него спрашиваю гриб почему-то я перестала получить получать купоновские ниссаны ниссановские купоны он говорит а вот поэтому телефону позвоню я позвонила а мне говорят нет 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 ну типа мы этих это надо звонить на ниссанов на ниссан туда вот на эту на службе на на основной офис он говорит ну хорошо не переживай я тебе дам я тебе дам скидку и поздравила меня с наступающими всеми праздниками еще прелесть конечно мальчишка замечательно вот даже 1780 и вот за что они меня зачарджили то есть все просто даром и вот моя машина называется nissan nissan track x-terra то есть это у меня трак у меня громадный панк все мою машинку повезли сейчас нет ключи принесут все и уже помыли вот они мне как раз таки надо было ее помыть уже давно она у меня вся в комарах я когда ехала с майами у меня ночь уехала у меня все вы забито комарами как сказать вся передушка я так помыла водичкой но без без щетки сейчас мне ключи отдадут мне дали мои ключи я где моя машина девочка со мной пошла на вид она должна быть это вот здесь не досмотрела я пока зашла еще раз как сказать туда внутрь где моя машинка куда ее дели она пошла со мной гляния ты иди перед идея я по-любому ее найду она где-то вот тут рядышком должна находиться красавица моя давай-ка я тебя бибик ну давай-ка я тебя бибик ну и ты должна отозваться давай-ка давай-ка нифига не отзывается нифига не отзывается куда же они ее увезли ладно пока я буду искать я похожу посмотрю полюбуюсь на другие машины вот из техаса машина пришла джи-ми- е-вай джимми вай вон она моя красавица стоит вон она моя девочка машин превеликое множество конечно просто превеликое множество итак спасибо этому дому а чё ты не бибикаешь скажи пожалуйста когда я тебя бибикаю она вообще не хочет меня бибикать странно дело очень мой номер двести сорок пять шестьсот девяносто три а ну-ка помыли не помыли они впереди нифига все равно остались эти все равно эти скелетики остались так ставлю двойку за помывку машина помыть то они ее помыли но все равно вот капельки все равно они так и слегка окатили шлангом и все и коврики даже помыли ухты молодцы ребятки поехали поехали маникюр и педикюр и короче сегодня все все наводят марафет машина марафете я сегодня тоже буду в марафете постираю нафиг эти облупленные пальцы свои и и пойду в тренажер ну и что с тобой автобус чего ты давай уже дым или все дым давай 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 поехали на бедикюр что-то случилось стоит пожарка меня водители пропускают но они стоят и меня пропускают молодцы тут уже тут уже на заборе повешены игрушки елочные украшения что там случилось у нас что там у нас случилось надо будет объезжать там реально что-то случилось поэтому автобус ушел видимо кто-то столкнулся с автобусом потому что вот его задница стоит или передница автобуса стоит вон в кустах а школьный автобус видно врезался в кого-то снесли вон всю передницу у школьного автобуса все равно мы все стоим я машину свою бросила пойду посмотрю что же там такое случилось обалдеть можно как он так фляпался на люди сидят с этой машины обалдеть урончка анти паблик скул вот это да я надеюсь там никто не погибнет сколько машин сразу яй-яй яй-яй яй-яй-яй-яй-яй ай-яй-яй я видео машины в море как они могли и как они могли тут же еще машины подъезжают на любви по всей видимости вон они из машины Обалдеть, обалдеть, это же надо было так втемяшиться, вон еще скорая помощь едет, вот 2 скорых помощи, охренеть. Полетел самолетик, не знаю, почему так люблю смотреть на взлетающие самолеты и те, которые идут на посадку, у нас рядышком, совсем вот буквально в двух шагах аэропорт, вот мой любимый лайффитнес. Итак, пошли в лайффитнес, я не смогла проехать там из-за аварии, не смогла проехать, хотела педикюр сделать, поэтому пойдем, закрываем машинку мою, красавицу мою, помытую, перемытую. Sunshine State написано, на всех номерах у нас обязательно апельсинки, потому что у нас апельсиновый штат, ну не только апельсин, цитрусовый штат, и написано Sunshine State, ну не видно ничего, вон он Sunshine State, солнечный штат, самый солнечный штат. Пошли. Здорово, здорово. Клоснево, приклоснево. Как я давно не была в лайффитнесе, ребята приезжали, поэтому мне было немножко не до этого, и так мышцы соскучились, так все тело соскучилось, так хочу поплавать, так хочу хорошо-хорошо сейчас накачать ножки и ручки. Тут большая торговая плата, там магазин каждый. Доллар 3, чего только-чего, тут мы пошли. Мужики говорят на испанском. Ой, какая красота. Вот это три окна, это бассейн, он приливает вода на стену. Вот это три окна, там детская комната. Сюда можно мамочкам ходить с детками, оставлять детей на 2 часа, не более двух часов. И, короче говоря, все это стоит 20 долларов, если вы приписаны к одному клубу. Если вы приписаны, как у меня, я ко всем клубам Флориды, у меня немножко дороже. Так, сама себе, опа, сама себе пошла. Дядя не плавает, один дядя не поплавает. Он там за коричком. И вот, вот сколько классов. Вот эти все классы, все бесплатные. В каждом клубе, в каждом клубе свои. Ну, давай нормально, ну че ты. Вот кардио, кикбокс, кардио, зумба классы, боди вор. Вон сверху велосипеды, беговые дорожки. Тут кафешечка вон впереди. Вот там для тяжелоатлетов. И вот этот класс приходит мальчик или девочка, заводит громкую музыку. И поехали купить педали. Шикарный, шикарные клубы, конечно, шикарные. Лайфитнес и просто обалденный. И вот, хай. И вот тут тяжелоатлеты занимаются. И вот большой зал для игры в баскетбол. Просто громадный зал, как настоящий зал. Пацаны играют в баскетбол. Я думала, я одна, там одна женщина как-то синяя сидит. Вернее, стоит. Вернее, плавает. Вернее, что делает. Итак, пошли. Я люблю занимать крайний ряд. Вот этот крайний ряд. Сказка, сказка, сказка. Все ушли, я вообще одна. Тут мальчик какой-то плавает. Вообще так классно, классно. Вообще так здорово. Кайфуша, кайфуша, бесподобно. Классно как. Бровки свои накрашены. Красила себе волосы, покрасилась бровь. Это не манитуральные брови. Вот они, без ничего. Они у меня достаточно широкие. Волосавшие. Но волос никогда не видно, потому что они очень светлые. Плюс выгорают, понятное дело. Это же фуриб, это же все выгорают. Плечи, конечно, накачаны. Конечно, мышцы, особенно вот эта мышца, когда мне делают массаж, у меня дядь говорит, ее даже дотронуться до нее, ее даже в нее в пальцы воткнуть нельзя, потому что она такая у меня тут сильная. Ну, конечно, столько плавать. Я всю жизнь вообще плаваю. И причем плаваю очень сильно, без остановки. Я же говорю, что я туда 30 раз туда обратно проплываю, ни разу не останавливаясь. Ну, наверное, как я сказала, наверное, возле каждого бортика, может быть, полторы секунды я... Ну, опять-таки, я доплыла, вдохнула, хорошо, доплыла дальше. Туда я плываю лицом, животом вниз, как говорится, а обратно на спине плыву, машу руками, как будто я лодочка. Так или так? Это здорово, конечно, это здорово быть в форме. И когда вот бывало, там, где ты пропустишь по какой-то причине, тело так и просится, тело просто просится. Давай, пойдем, давай, пойдем, пойдем, поплываем, пойдем, позанимаемся. Здорово, конечно, классно-классно. Сейчас я попробую себя записать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женщина выходит из этого, из джампузи. Это, конечно, хорошо для рук. Вот эти части рук, когда женщины стареют, вот это все начинает отвисать. Я так боюсь, чтобы они не стали отвисать, поэтому я, конечно, занимаюсь очень сильно. Вот на эти трицепсы, на бицепсы, терпеть не могу, когда вот эти под руками, как сиськи трясутся, вот эти места. Так что я радуюсь, попробую под них себя. И получат от этого просто безумный какой-то кайф. Как люди живут без тренажерных голов, как они? Особенно женщины, особенно когда в возрасте. Тем более надо ходить. Скажу маленький секрет, обязательно надо ходить, чтобы ничего не висело. Ни на руках, ни на ногах, нигде. У меня, кстати, целлюлита совсем нет. Так что... Плывала, что же. Сделала последний кусочек видео, а пошла опять плавать. И думаю, звучит, как будто охвастаюсь. Так, элементы хвастливости, конечно, в этом есть, потому что я сама горжусь. Сама горжусь, потому что это трудная работа. Столько лет заниматься, я могла это время потратить, не знаю, на что-то, валясь на диване. Конечно, это здорово, когда... Когда ты держишь свое тело в состоянии. Ну, опять-таки, это есть женщины, которые вообще занимаются, которые тела вообще просто от трубах. Ну, у меня так более-менее, но тем не менее, все равно есть чем гордиться. Поэтому элемент хвастливости, конечно, в этом есть какой-то, не без этого. Но это в основном для того, чтобы, ну, опять же, подстегнуть тех женщин, которые, допустим, в моем возрасте. Я видела в интернете женщина, черная здесь, в Америке. Ей 85 лет. А ведь она никогда в жизни не скажет, что 85 лет тело просто офигительно. Так вот она говорит, я пришла в тренажерный зал в 70 лет. Поэтому, девчонки, у нас с вами все впереди. Я, конечно, давно уже, я очень много лет занимаюсь. Я еще в Ялоке занималась. У меня в доме стоит до сих пор, в моей квартире стоит вот этот тренажер на все группы мышц. И плюс там еще один тренажерчик небольшой на живот, на спину, на гимназио. Поэтому я хочу сказать, что у нас еще все впереди. Перейдите с меня пример. Занимайтесь, ходите в зал. Я понимаю, иногда так лениво думаешь, а, лучше дома посидеть, а, лучше куда-то поеду. Ну, это надо делать, это надо для того, чтобы саму себе кальковать от себя. Чтобы старость, чтобы нас дома не достала. Ну, что, рано или поздно, по-любому, она, зараза, придет. Так вот, чтобы она пришла, чтобы она поставила, а так, что мне тут делать? Мне тут делать нечего с молодыми. Пойду-ка я дальше. Вот так вот. Шутки шутками, конечно, но хочу сказать, что вот это тренировки постоянные, регулярные тренировки, конечно, дыхалка открывается. Вообще, дыхалка замечательная. Но у меня за счет плавания, конечно, очень хорошая дыхалка. Ну, плюс к этому, если здесь нарядят навыки на ноги, на все, конечно. Конечно, мрачинки есть, самостоятельно, куда им деваться. Уже пора, как бы, чтобы они были. Но, тем не менее, во всяком случае, руки, ноги просто, как сказать, выглядят замечательно и никаких у тебя ни варикозов, тебе нет ничего нет, абсолютно никаких этих... Вот это... Усо было, как оно все. Никаких целлюлитов. Афиг. Нет. Целлюлита нет места на моем теле. Вот и все. Ну, вообще, не показать не будешь. Заработаны. И все. Пошла дальше плавать. Получается, что я посмотрела, что я потравлю все-таки не минуту, где-то полторы... Где-то три минуты у меня уходит... Полторы минуты уходит туда-обратно. В округа делаю за три минуты. Примерно вот так получается. Посмотрела, сейчас снимала. Посмотрела, что... Мне кажется, что я плыву так быстро. Кажется, в секунду делают, но смах оказывается нет. Оказывается, что-то по-другому. Поэтому, когда я плыву... Плечики. Мои плечики любимые. Все. Получается, что ни секунды, ни немножко больше секунды уходит на один взмах. Так что все. Всем тренажерный зал, всем заниматься, всем обязательно стараться следить за своим телом, потому что это создает приятное такое настроение с утра, когда выходишь так в душу, посмотришь и думаешь, а, хороша чертовка. Так что это ради себя любимое. Ну, понятно, ради любимого мужчины тоже. Ну, конечно, во-первых, это ради себя, а потом это ради уже мужичков. Поэтому идем занимаемся, чтобы у нас нигде ничего не трепыхалось, не болталось, чтобы вот эти места никогда не трепыхались, чтобы здесь не было никакой хиромантии вот здесь. Я с собой тоже, да, я с собой очень сильно. Все, пока-пока. Все, накупалась, я с собой буду всегда слышать. Все, это для волос. Солнышко заливает, это беда. Вот это вот самый сложный аппарат для живота. Я начинала с 10 дней, потом 20, а потом сейчас уже 30. Можно, собственно, ставить на 40, но я боюсь, я боюсь, чтобы руки себе не накачать. А сейчас посмотрю, попробую себе. Теперь вот этот на третипсе. Вот как раз так уже там мне описала, где у нас проблемы у женщин. Вот у меня стоит себя на 50, я делаю тоже 20 дней. Садимся, поехали. И поехали. Потом вот этот вот, тоже трицепс, садишься и поднимаешь. Достаточно тяжело, я только десяточку беру, больше не беру, на 20 евро сделаю. Могла бы двадцатку раз здесь делать. Пошли шею. Теперь вот это я даю себе семерочку. Сейчас поставлю на семерочку, потому что мне трешки мало. Семерочка мне нужна, четверочка здесь будет. И 50. И 50, по-моему, да. Можно 70, но я боюсь, чтобы почать большие мышцы себе, как у мужчины. Поэтому я думаю, минимальный вес, который я между тем и тем. И пошли. Хватаемся и начинаем на себе вот эту шею тюрьму двумя руками. Вот на этом, казалось бы, легко облокотиться локтями здесь и ноги поднимать до пояса. Достаточно сложно, я делаю 15 раз, хватать приемки. Вот кардио только началось. Сюда ходят, кстати, пенсионеры и женщины такие пожилого возраста пенсионеры. Мало, конечно, это, основном мало. А вот теперь правильно, чтобы неправильно нажала, вот 189. Вот это я беру 40. Тоже 21 раз, уже пятый подход беру. Теперь спинку качаю 150. Очень хорошо качается, вот, таким вот образом. Вот это вот место на спине. Я могу больше брать. Сейчас их больше возьму, потому что 150, это уже трудный этап. Я когда-то 230 брала. Но я уже 100 лет этим 150-70 возьму. Надо 200 взять. У меня очень сильная стена накачана. Пошел следующий урок, по-моему, что там у нас на 5 часов. У нас на 5 часов. Вот мой велик. Сейчас я себе опущу сиденье. Пониже, потому что... Нет, повыше, наоборот, надо поднять. У них широких штанин. Дубликатом бесценного груза. У меня там, где женщины прячут деньги, у меня там сейчас закупанный... Это спрятанный... Спрятанный наушники. Итак, вставляю наушники. Включаем TV. На каждом, на каждом, на каждом здесь стоит телевизор. И несколько программ. Так, вставляю ухо. Ухо в ухо. Вставляю ухо в ухо. Это сюда. Итак, поехали. Поехали, пожалуйста. И вот у меня пошел телевизор. Пошли новости. Сейчас я буду включать разные каналы. Опа, опа. Джорджия. Нафига себе. Это что такое? Не надо. Давай назад. Давай назад. Ой, господи, не туда включай. Ну. Что такое? Так, привет. Собака мне не одна. Опять привет. Щелкаем каналы. Щелкаем каналы. Ну, короче, тут много каналов всяких разных. Сейчас лево погромче, потому что. CNN Breaking News. Последнее известие. Кайпуша такая. Сидишь, смотришь телевизор. Ну, вот и все. Я провела сегодня здесь 2 часа своего драгоценного времени. Ну, это как здорово. Для себя. Так, поехали. Наверное, я в магазинчик и заеду. Только 6.20. Домой мне рановато ехать. Пойду пошоплюсь немножечко. Ай, как классно. Господи, как здорово. Так, пошли в Маршаллс. Может, потом заеду еще в этот Walmart. Хотя мне там, собственно, ничего не надо даже. Вон, какая луна красивая. Полумесяц. Ай, какая красота. Это обувной магазин. Я туда практически никуда не захожу. Ну, сегодня, наверное, пойду погулять немножко по магазинчикам. Что-то мне не хочется домой рано идти. Открывайся. Сим-Сим, откройся. Я вижу, не курить. Я вижу, никто не курит. Никто не курит. Вот так украшен перед Рождеством. Итак, что я хотела посмотреть? Я хотела посмотреть маечку спортивную себе. Это что такое красивенькое? Такой цвет прям серебряный. Такую мелкотню я не ношу. Парфюмерия, скрабы, всякая-всякая хиромантия. Такая же золотая-золотая. Совсем не смотрится штучка какая-то. Но это все для косметики. Это косметические такие прибамбасики. Пошли. Пошли посмотрим сумочки. Я всегда, когда сюда захожу, я всегда захожу в отдел сумок и кошельков. Обожаю. Сумки, кошельки обожаю. Так. Мне Дугласу надо купить теплые носки. О, какой симпатичный этот. Золотой какой симпатичный. Ну вот эта его фирмочка, этого Стива, я его не люблю. 30 долларов. Я его абсолютно не люблю. Никак я его не люблю. Не полюбляю. Никак. 34 доллара. Не знаю. Вообще никак. Это у нас кто? Стол 99, а сейчас стоит 80. Красивенький, хорошенький. Но не то серебро. Не то серебро, нет. Я бы такое себе не взяла. Сумка из меха. Вот она. Нужно на голову одевать и сумку носить. Майкл Коррес, Майкл Коррес, Майкл Коррес, Майкл Коррес. Ни на чем глаз не останавливается. Вообще ни на чем. Ничего не радует сегодня. Не цвета, ничего нет. Бывает цвет классный, а сумка никакая. Бывает хорошая сумка, а цвет никакой. И вот так всегда. Это вообще какой-то ужас похоронный. Этот фиолетовый ужас какой. А этот ужас дурдум какой-то. Ёлочка, ёлочка. Ну вообще, ну черти что. Господи. Кто-то же это покупает. Кто-то же такое дерьмо покупает. Томми. Я его все время хилфингером называю. А на самом деле он просто фигер, а не фингер. Короче. Ничего у вас сегодня нет хорошего. Такого, чтобы можно было порадоваться. Не, а, вообще ничего. Вообще ничто на меня не смотрит. Пошли дальше. Вот теплый халат мне надо Дугласу купить. Теплый-теплый халат мне надо ему купить. Чтоб он у меня как дедушка мороз сходил. Тепленький такой, мягенький. Ну и светлый, конечно, розовый. Ну это вообще для детей. Вот этот вроде приятненький. Тепленький, мягенький, не тяжелый. И цвет такой нейтральный. Не туда, не сюда. Не знаю, это все. Это все мужского, либо женского, неважно. Сколько еще он стоит, сына, я не пишу. 25 долларов. Вот этот хороший, да, наверное, я его возьму. Он сейчас смотрится дурацкий, по-дурацки. Этот белый воротник вообще не в Дугласу сейчас костюмчик возьму. Тепленький, тепленький, легенький. Взяла в руку, просто вот, просто, аж жар от него уйдет. Теплый-теплый, легкий-легший. Он даже тут тянется, вот он так тянется здорово. Какой же он, может, у меня маленький стал такой. Наверное, айсочку я ему возьму, Дугласу, носила, носила с собой. Он с виду, может, не очень красивый, но для дома нормально. Тем более, это как пижамка, мне не спать. По радио передали, там опять авария впереди. Вроде, вроде трафик есть. Golden Road in Persia на Веню. Ну, мне до Persia немножко не доехать. Может быть, я проскочу где-нибудь, не знаю. Водвилл недавно открыли. Я там была один раз со Светой. Не люблю эти магазины, где стареё продаётся. Возможно, после умерших людей. Либо там, ну, туда сдают, люди сдают туда вещи, которые в сарае лежали там, в подвалах где-то лежали много лет. Но опять-таки, после тех, кто умер, и поэтому я почему-то туда мне это... Вот сделали новый карваш, построили, совсем недавно открыли. Машина туда заезжает, и вот так вот моется красивенько. Рекламирует Viagra, generic Viagra.com. Зачем, говорит, вы платите такие большие деньги, если можно взять вот такую? Итак, вот она школа, куда шёл сегодня автобус. И вот я смотрю, дорогу уже всю почистили. Чёрная пятница идёт. Люди сходят с ума. За два, за три дня занимают очередь в магазинах. Ночуют возле магазинов. Я не знаю, чтобы сэкономить там пару сотен долларов. Ну, кому-то, для кого-то это народное гуляние просто.